Это буксировка большого противолодочного корабля «Керч» на утилизацию. Эти кадры сделаны очевидцами, как они сами называют, исторического события. «Керч» вот-вот покинет родной причал 30-й дивизии надводных кораблей. За время долгой стоянки покрылись водорослями якорные цепи. Их поднимают, очищают и с помощью буксиров легендарный корабль сдвигается с места. Вот сейчас очень трогательный момент, как другие корабли прощаются со своим товарищем боевым. А вот БПК «Керч» сам рассекает водную пучину. Холодная война, неспокойное время, и он на страже границ. Боевых и учебных походов не сосчитать. Одних только морских миль – около 180 тысяч. Больше 45 лет БПК «Керч» служил Черноморскому флоту. А с 1994 по 1997 был его флагманом. Наносил дипломатический визит в Болгарию и не только. Топливо для похода во Францию и Италию оплатило правительство Москвы. Об интересном факте рассказывает Сергей Горбачев, капитан первого ранга в отставке. И вспоминает, как ему самому посчастливилось бороздить море на этом корабле. Один выход стал историческим и потому запомнился особенно. Осень 1997-го – первые российско-украинские учения «Фарватер мира». И здесь на борту Керчи два министра обороны, в то время маршал Сергеев и генерал-полковник Кузьмук от украинской стороны, заявили о том, что Черноморский флот разделен. Закончен процесс флота раздела. Флот поделен между Россией и Украиной. А теперь досада, говорит Сергей Горбачев. За плечами тот самый корабль, но уже на последней стоянке. Для флота он уникален. Это единственный еще живой из семи кораблей, изготовленных по проекту «Беркут-Б». Запечатлеть легенду на фото съезжаются люди. Причина, по которой Керчь отправили, как говорят моряки, на иголки – серьезный пожар. Произошел он в 2014-м. Восстановление комиссия посчитала нецелесообразным. «Обратите внимание, часть кормы, на которой как раз и расположено наименование корабля, заметно выделяется. И неспроста. Именно там и произошло возгорание. После его ликвидации краску в этом месте обновили. Отсюда и такой контраст». Вероятнее всего, сделали это для церемонии спуска военно-морского флага. Прошла она больше двух месяцев назад. Музей из корабля сделать не получилось. Эта роль досталась сметливому. И в итоге БПК «Керчь» попал на Инкерманский судоразделочный завод. Утилизация запланирована на следующий год. А до этого момента «Керчь» еще будет жить. Впрочем, и после тоже. «Керчь» продолжает жить, пока есть воспоминания, пока есть экипаж, есть ветераны. Ильдар Саудабаев и Андрей Вовк. Новости Севастополя. Смиря. Союза «Керчь» до «Керчь» продолжает жить.